Компактный цветной сканер с автоподачей документов и двухсторонним сканированием В этом обзоре посмотрим на сканер Fujitsu SP1120N. В комплекте с устройством адаптер питания, кабель USB, установочный диск, инструкция и гарантийный талон. Это компактный сканер. Ширину занимает всего 29 см, высоту и глубину 13 см. Весит 2,5 кг. Идеально подходит для размещения на рабочем столе. Панель управления находится справа на корпусе. На ней индикаторы работы, кнопка питания, сканирования и остановки сканирования. Управление максимально простое. Это минимизирует риск ошибок. В верхней части лоток с автоподатчиком документов на 50 листов. Есть удлинитель. Можно сканировать бумагу длиной 3 метра. Внизу выходной лоток. Он с ограничителем, чтобы листы не разлетались после сканирования. Сзади разъем USB, Ethernet и сетевого питания. Сканер оборудован ультразвуковым датчиком для точного распознавания подачи большого количества документов. Сканер протяжный. Есть цветное, серое и черно-белое сканирование со скоростью 20 страниц в минуту. Сканировать можно с двух сторон. Разрешение печати тут от 50 до 600 точек на дюйм. Производительность в день до 3000 сканов. Сканировать можно бумагу различной плотности. Максимальный формат оригинала – А4. Также можно сканировать пластиковые карточки. Есть режим двустороннего сканирования за один проход. Устройство распознает тексты на отсканированных изображениях и преобразовывает их в файлы PDF, Word и Excel. Кроме того, есть функция автоматического распознавания размера, выравнивания, одновременное сканирование в разных режимах, пропуск пустых страниц, выделение изображений, устранение вертикальных полос, коррекция краев. Сканер можно интегрировать в офисную сеть компьютеров без дополнительных проводов. Подведем итог. Этот цветной сканер оснащен устройством автоматической подачи документов и поддерживает двустороннее сканирование со скоростью 20 страниц в минуту. Он может сканировать документы различной плотности, а также пластиковые карточки. Управлять сканером просто, а компактные размеры позволят не загромождать рабочий стол. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok